Отстояли престиж региона. В минувшее воскресенье сильнейшие кудаисты России в седьмой раз сразились за клубок губернатора Ивановской области. Более трехсот участников из десяти городов. Побить очередной рекорд численности косвенно помог глава региона. С появлением «Ласточки» стало больше спортсменов из Москвы и Подмосковья. В Иванове порядка десяти губернаторских турниров по тем видам спорта, которые считаются для региона приоритетными. У доводом в списке занимает особое место. Перечень пересматривается. Этот турнир традиционно стоит. Он отличается и большим спросом среди участников. География год от года увеличивается и количество участников. Кроме того, результаты наших спортсменов идут вперед. У нас есть два победителя первенства в этом году. Эдгар Калян не смог стать трехкратным чемпионом мира, но тем не менее. Поэтому самое главное – это результаты и то, насколько федерация активно работает по направлению развития своего спорта. Очень хорошо, что с каждым видом спорта и с каждым турниром в нашу область тоже приходит праздник. Праздник большой, праздник силы духа, праздник мужества. Всему этому учит в том числе и КУДО. И хотя это, конечно, еще молодой вид спорта, но он завоевывает все больше и больше своих поклонников. Наверное, потому что это не просто совокупность каких-то блестящих техник и блестящих приемов, а это особая жизненная философия, которая заставляет самосовершенствоваться, развиваться. Особенно сложная задача у судей турнира. Больше ста поединков. Градус эмоций на татаме увеличивается с каждым боем. Возможностью в своем городе выйти на татаме с лучшими бойцами России могут похвастаться немногие спортсмены. В турнире приняли участие 38 бойцов Ивановской Федерации. Есть на татаме только ты и твой соперник. Тренера никого больше нет. Тренер тебе только подсказывает, а дальше ты уже сам должен дорабатывать. На зрителей не обращай внимания. И все же поддержка зрителей наравне с подготовкой и настроем на победу принесла свои плоды. По итогам соревновательного дня в копилке хозяев турнира две награды высшей пробы и две бронзы. Главный приз Кубок губернатора также остался в Иванове. Кроме защиты чести региона, для наших бойцов это стало бесценной тренировкой перед первенством ЦФО, до которого остается меньше месяца. Наталья Гутарина, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.